Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. Приглашаю подписываться, ставить лайки, если вам понравилось и распространять ссылки на это видео, чтобы вы могли увидеть как можно больше людей. Ну а мы начинаем очередное видео по оперативной обстановке на 20 число. Сегодня 20 июля. Киевское время 16 часов. И обстановка на фронтах на данный момент складывается следующим образом. Волынское, Полесское и Северское направления, видите, Север весь объединяем в одно, особых изменений не произошло. На Волынском и Полесском направлении противник, белорусская армия усиливает границу, закончила ротацию войск и в принципе большой активности не проявляет. Единственное, у них замечены перевозки, переброска войск вдоль границы Украины и в направлении Минска. То есть идет передислокация войск. Скорее всего это будет связано с новым этапом учений, который будут проводить белорусские войска в ближайшее время. Российские войска снизили активность. Искандеры стоят в готовности к пускам ракет. И российские пилоты на белорусских самолетах тоже снизили количество полетов. Сумская Черниговская область продолжается обстрелой нашей территории российскими войсками со стороны Российской Федерации. Харьковское направление. Здесь продолжаются попытки российских войск наступать, ввести в штурмовые действия в направлении Уды и Гусаровка. Но все попытки не уменьшались успехом. Наши войска нанесли им поражение. Россия понесла, российские войска понесли потери и отошли на исходное положение. На славянском направлении необходимо отметить, была попытка проведения разведки боем в направлении Дмитровка. Попытка не увенчалась успехом. Наши войска опять же отбили ее. И российские отошли на исходное положение, на свои позиции. Далее Донецкое направление у нас. Основные усилия на продвижении. Противник сосредотачивает сегодня. Основные усилия на продвижении в направлении города Северск и Бахмут. Пытается атаковать в направлении Григорьевка, Спорного и Ивана Дарьевки. Все попытки атаковать в этих направлениях населенных пунктов были отбиты нашими войсками. Противник отошел с потерями. Бахмутское направление. Противник проводил штурмовые действия в направлении, в районе населенного пункта Покровская. К сожалению, имеет незначительный успех. И сейчас проводятся попытки закрепиться на южной окраине Покровского. Это единственное продвижение за последнюю неделю. Единственный успех российских войск, где они продвинулись на несколько километров. И дошли до южной окраины Покровского. Попытки продвинуться в направлении Берестова, Белогоровки, Вершины и Угледарской ТЭЦ были пресечены нашими войсками. Противник поднес потери и больше пока попыток не предпринимал. Херсонское направление без изменений. Криворожское направление без изменений. По всей линии фронта, на всех направлениях ведутся артиллерийские дуэли, обстрелы наших позиций, удары авиации. Мы отвечаем, особенно на южном направлении. Там наша самая большая активность, как в огневом отношении, так и в отношении ударов авиации. В районе Новой Каховки вчера был сбит самый новейший, опять же, новейший разработки российской авиапрома. Это Су-35. Был сбит в воздушном бою при попытке атаковать наши штурмовики. Наши штурмовики проводили штурмовые действия по позициям российских войск. Так что, позавчера Су-34 фронтовой бомбардировщик, вчера Су-35 истребитель бомбардировщик. Так что, есть положительные подвижки в плане ведения боевых действий. Ну, в общем, видите, фронт стабилизирован. Где-то мы чуть-чуть уступили, где-то мы чуть-чуть пытаемся давить российские войска. В Черном море находятся до трех носителей ракет «Калибр». В готовности к пускам этих ракет, суммарный залп которых может составить 24 ракеты. Ну, и это по военной обстановке на сегодняшний день. По военно-политической обстановке события очень такие активные. Сегодня проходит заседание в рамках формата конференции «Рамштайме». Это уже четвертое заседание. Оно проходит в формате видеоконференции. Там ожидается подведение итогов. И мы ждем к вечеру обнародования цифр о поставках вооружений по нашей заявке. На сегодняшний день имеем положительные заявления о том, что еще придут к нам реактивные системы залпового огня. Еще придет к нам техника, возможно, с Кипра, советского образца. Так что еще одна страна-поставщик вооружения намечается у нас с вами. Так что ждем новости и будем их уже в дальнейшем обсуждать. Далее в Тегеран. Путин посетил Иран. Встречи были как с президентом Ирана, так и с президентом Турции. Скажу сразу, практически по итогам визита Путина можно сказать, что визит не увенчался успехом. Если не сказать больше, оказался провальным. Из всех своих требований Российская Федерация практически не решила ни один вопрос. Иран официально открещивается. Уже третье официальное заявление Ирана прозвучало о том, что никакие беспилотники передаваться не будут. Хотя действительно представители Российской Федерации были замечены на военной базе иранских войск, где базируются беспилотники. Им были продемонстрированы полеты. Вполне возможно даже с применением оружия для того, чтобы показать эффективность. Ну, посмотрим. Официально Иран отвергает любые возможности предоставления на России беспилотников. Тем более, что мы уже говорили, я вам говорил, что их там несколько десятков. И даже сто штук они предоставят на сегодняшний день не в состоянии. Поэтому на пока информация не подтверждается. Вроде как отказали. Дальше. Иран отказал Путину в просьбе оплатить хотя бы частично работы по строительству атомной электростанции в Иране. Так что Россия будет продолжать это строительство за собственные деньги. Остановить они его не могут. Вроде бы как был подписан договор о сотрудничестве в энергетической сфере на сумму 10 миллиардов долларов. Я так понимаю, Российская Федерация пообещала Ирану инвестиции в энергетику Ирана в размере 10 миллиардов долларов. Как это будет выполняться? Посмотрим. Время покажет, насколько Россия сегодня платежеспособна для таких гигантских, я бы сказал, 10 миллиардов. Немаленькая сумма гигантских инвестиций. Тем более, в энергетическую отрасль Ирана. Обратите внимание, не в энергетику России, а именно для Ирана. Такие деньги, видимо, есть. Но с Турцией тоже практически ничего не получилось. Почему? Потому что даже в договоренности по зерну, Путин сказал, что зерно они, оказывается, привязывают в пакете к зерну российскому. То есть Россия готова рассматривать вопрос разблокировки поставок украинского зерна на международный рынок, только лишь в привязке с снятием санкций на поставки российского зерна. Россия говорит, что у них есть порядка 30 миллионов тонн и они готовы его поставить. Но только разблокировать наше зерно, только после того, как будут сняты санкции на поставки зерна Российской Федерации на международный рынок. Так что вопрос практически, я так понимаю, на сегодняшний день нерешаемый. Но посмотрим сейчас слово за Организацией Объединенных Наций. Переговоры, как обещают наши руководства, что прямых переговоров между делегацией Украины и России нету, что переговоры ведутся через представителей ООН. Будем надеяться, что это правда и теперь посмотрим, что предложит ООН. Также с российской стороной поднимался вопрос о разделе сфер влияния в Сирии. Я так понял, договоренности никакие не достигнуты. И судя по тому, что единственное по Сирии прозвучало в совместных заявлениях, или точнее в пресс-релизах сторон, прозвучало, что договорились о том, что Сирия должна остаться в своей территориальной целостности. Ну в принципе этого никто и не возражал, как бы разделять Сирию реально на разные государства никто не собирается. Кстати, Путин единственный, кто пытался подбить курдов на оглашение независимости от, ну он наделся, что от Ирака и Турции они провозгласят. Но курды есть и в Сирии, поэтому если они провозгласят независимость, то это будет раскол всех трех государств. Ирака, Сирии и Турции. Вот, поэтому все три страны договорились, что Сирия должна остаться целостным государством. По поводу раздела сфер влияния, я так понимаю, Турция оставила за собой право проведения специальной военной операции, которой они готовятся усиленно на территории Сирии, именно для изменения границ сфер влияния, которые на сегодняшний день существуют в Сирии. Россия возразить ничем не может, базы пустые, войска нету для того, чтобы отправить сейчас его в Сирию и усилить там свои позиции. Корпус стражей исламской революции видит в России конкурента, скорее всего на Ближнем Востоке, поэтому особо помогать российским войскам не будет. Как Иран договорится с Башаром Асадом, но это уже вопрос Ирана. Посмотрим это в ближайшем будущем. Вот такой фактический нулевой визит с нулевым успехом совершил Путин в Тегеран. Это его второй выезд за пределы России за последние пять месяцев после начала массового вторжения российских войск на территорию Украины. Ну и еще из интересного можно отметить это заявление Лаврова, в котором он опять пугает нас в первую очередь и весь мир, что цели специальной военной операции, как они называют войну в Украине, не ограничиваются только Донецкой и Луганской области. А еще они хотят захватить очень довольно много территорий. Ну сюда очевидно ложится и заявление Путина о том, что он отдал вроде бы как распоряжение захватить Харьковскую область. Хороший вопрос, мы с вами его рассматривали и этот вопрос звучит следующим образом. Чем? Чем они собираются захватывать Харьковскую область? Одной 144-й танковой дивизии, ее явно не хватит для того, чтобы даже прорвать оборону наших войск на Харьковском направлении. Поэтому посмотрим. Вот в принципе из основных вопросов по внешней военной политике. Ну а теперь мы приступаем с вами к нашей традиционной рубрике «Ответы на вопросы». И прозвучало очень много вопросов для того, чтобы огласить общие потери российских войск на сегодняшний день. Давно мы не оглашали. Итого, число потерь уже приближается к 39 тысячам личного состава. Это имеется ввиду убитыми. Только убитыми. Если рассматривать практически 40 тысяч без одной. Это данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Они подтверждены несколькими источниками здесь, внутри Украины. И эти данные могут не совпадать с международными наблюдателями и международными агентствами, которые ведут тоже подсчет потерь Российской Федерации. Ну если убитыми мы считаем, что мы считаем, так правильно будет сказать, порядка 40 тысяч мы уничтожили российских солдат и офицеров, то безвозвратные потери, включая санитарными, должны составить порядка, наверное, 150 тысяч. То есть один к трем. Три на каждого убитого, три раненых. Почему? Потому что Россия ведет активные наступательные действия и несет довольно серьезные потери в личном составе. Тем более, что тех войск, которые были подготовлены и которые были более боеспособными, их на сегодняшний день практически не осталось. Сегодня в бою в основном это контрактники, которые подписали контракт уже после 24 февраля. Это мобилизованные на оккупированных территориях, причем категория возрастная поднята до 65 лет. Сами понимаете, какое качество войска. Даже частные военные компании, которые сегодня принимают участие на стороне российских войск, это российские имеется в виду частные военные компании, их качество и боеспособность намного ниже тех наемников, которые заходили в первые месяцы войны на территорию Украины. Далее, танков на сегодняшний день уничтожено 1700, плюс 9 за последние сутки, то есть количество потерь увеличивается. Кстати, скажу так, что в строю российских войск осталось очень мало единиц танков Т-90, практически мы их уже не встречаем. Очень мало осталось танков Т-80 БВМ, это последняя тоже модернизация 80-ки, их практически не встречаем. Да, есть еще танки Т-72 Б-3, это тоже одна из модификаций и в основном уже идут танки Т-72. И встречаются танки Т-80, те, которые снимаются с хранения и перебрасываются сюда в Украину. То есть Россия пересаживается на старые советские танки. Далее, боевых бронированных машин 3905, за последние сутки 13 боевых бронированных машин уничтожено. То есть, ну видите, фактически где-то приближаемся к 40% парка боевых бронированных машин Вооруженных сил России. Артиллерийских систем 856 уничтожено, за последние сутки еще плюс 5. Кстати, артиллерия тоже по качеству начинает снижаться, в том плане, что очень мало уже самоходных артиллерийских систем. Россия в основном прибегает, либо берут самоходки 2С1, 122-мм, их очень много на хранении, потому что в основном их старались заменить самоходками 2С3 и самоходками 2С19, 152-мм. Так вот, 2С3 стали появляться, 2С1, 122-мм, а также очень много появилось на поле боя прицепной артиллерии. Именно Д-30, это та же 122-мм гаубица, только буксируемая. Гаубицы 2А36, это гиацинт буксируемый. И гаубицы 2А65, это МСТАБ буксируемый вариант. Ну, МСТАБ и гиацинт, они вообще тяжелые гаубицы, там вес до 8 тонн обоих. Очень проблематично совершать маневры артиллерийским подразделениям, вооруженными такими гаубицами. Время приведения в боевое и в походное положение, ну, достаточно большое. К бою там до 4 минут может достигать и в походное положение до 2 минут. Так что это очень долго по сравнению с самоходной артиллерией. А самоходной артиллерии становится все меньше и меньше. Далее, реактивных систем залпового огня 250, за последние сутки плюс 2. Здесь то же самое. Система Ураган, системы СМЕРЧ и системы ГРАД. Самая распространенная система ГРАД. СМЕРЧ и Ураган. Ураган еще встречается. В боевых действиях СМЕРЧ вообще очень редко. Видимо, проблема с боеприпасами и проблема со самими системами СМЕРЧ в составе вооруженных сил РФ. Далее идем. Средства ПВО-113. Самолеты 221. За последние сутки плюс 1. То есть, это Су-35. Далее. Пусковые установки оперативно-тактических ракет 4. Но ракеты очень тяжело уничтожать, потому что Россия старается их держать очень далеко от переднего края. И мы практически их не достаем. Плюс уничтожать их, допустим, системами дальнобойными, которые у нас появились на вооружении, не совсем целесообразно, потому как ракеты... Одна ракета, одна пусковая. Так лучше же поджечь склад боеприпасов, в том числе и с ракетами, для вот этих оперативно-тактических комплексов. Вертолеты 188. То же самое. Довольно большое количество. И у России уже наблюдаются проблемы с вертолетами и с их нехваткой. Автомобили. 2775 автомобилей. Плюс 8 за последние сутки. Кстати, появились уже машины гражданские, которые используются для перевозки боеприпасов, перевозки военно-технического имущества и личного состава. Россия, я так понимаю, начинает потихоньку отмобилизовывать технику гражданских предприятий. Корабли и катера 15, без изменений. Крылатые ракеты 167 уничтожено. Беспилотных летательных аппаратов 307 уничтожено. Это типа Орлан и выше, то есть оперативно-тактического уровня. За последние сутки 10 беспилотных летательных аппаратов было уничтожено нашими войсками. Ну и специальная техника 70 единиц. Это в основном инженерная техника и специальные машины, разграждение и так далее. Вот такая вот обстановка по потерям российских войск на сегодняшний день. Ну и далее приступаем к ответам на вопросы. И первый вопрос сегодняшнего дня будет звучать следующим образом. Правда ли, что в крылатых ракетах устанавливают камеры наблюдения? Если да, то насколько они нужны и возможно ли передавать сигнал получателю, учитывая скорость полета ракеты и нагрузки? Могут ли они играть роль для корректировки огня? Нет, они не играют роль для корректировки огня. Они играют исключительно информационную роль в плане, куда попали эти ракеты. И камера наблюдения устанавливается только в самых современных ракетах. То есть она может стоять в ракетах типа Калибр. И в ракетах там, допустим, Х-555, которые модернизировались уже в последние годы. В старых советских ракетах, которые применяются сегодня Российской Федерации, которые не прошли модернизацию, естественно, таких камер наблюдения не устанавливается. Но в основном для информативного сообщения, куда попало и что видели по ходу движения этой ракеты. Если наши позиции так близки к Донецку, как показано на картах Deep State, то почему мы не можем прорвать оборону города и взять его под контроль? Да потому что эти позиции оборудовались 8 лет. Там все залито в бетон и это фактически укрепрайон. Поэтому сегодня там штурмовать и идти вперед у нас нет ни сил, ни возможности. И я думаю, что вряд ли мы будем даже проводить этот штурм, такой лобовой атаки этих укрепленных позиций. Скорее всего будут предприняты какие-либо другие способы для взятия Донецка, ну или точнее неправильно я сказал, для освобождения Донецка от российских оккупантов. Применяются ли во время войны действия для дезориентации противника, такие как перемещение липовых войск или еще какие-либо методы для нанесения неожиданного удара? Ну смотрите, конечно же да, маскировочные действия всегда, информационно-психологические операции всегда применяются. Ну я не скажу, что мы там гоняем какие-то ложные колонны, а может быть и гоняем с машинами или имитируя тем самым переброску войск. Создаем ложные позиции, то же самое делает и противник. Это элемент маскировочный, маскировка является одним из элементов боевого обеспечения боевых действий. Так что все это проводится, все это используется и на сегодняшний день, причем обоими сторонами, как нашими войсками, так и войсками Российской Федерации. Вы уже комментировали вопросы о ядерном оружии и говорили, что любое движение ядерных боеприпасов Российской Федерации тщательно отслеживается. А как спецпоезд, боевой железнодорожный комплекс, не боевой, а баллистический, БЖРК, баллистический железнодорожный ракетный комплекс, который якобы постоянно находится в движении, его тоже отслеживают, он может нанести удар? Да, его тоже отслеживают, где находится этот комплекс. Кстати, штаб, квартира, точнее спецдепо находится в Нижней Тагильской дивизии, штаб дивизии Нижний Тагил, там этот комплекс числится. Раньше он курсировал до Урала, сегодня, я так понимаю, он может курсировать по всей территории Российской Федерации, включая и европейскую часть, потому что европейскую часть раньше покрывала Хмельницкая дивизия ракетная, и в которой был аналогичный комплекс, их было два полка на весь Советский Союз, две дивизии, которые имели этот комплекс на вооружении. Он отслеживается, это первое. Второе, на этом комплексе, ну я сомневаюсь, что они возят с собой ядерную головную часть. Поэтому в любом случае, для того, чтобы его привести в действие, им надо где-то в точке встречи получить ядерную голову и смонтировать ее на ракету, после чего они будут готовы к нанесению удара. Это тоже все отслеживается, поэтому не переживайте, этот спецпоезд, так он называется, находится под бдительным контролем иностранных разведок. Можете объяснить, как можно вести военные действия на атомных объектах? Ну, элементарно, военные действия могут проводиться, в том числе и на атомных объектах, и будут проводиться при необходимости. Но мы должны понимать, что там они будут носить специфический характер. Ну, например, на той же атомной станции будет использоваться только стрелковое оружие, и, допустим, оружие малой мощности. Естественно, там танки, артиллерия, ракетные войска, авиация, скорее всего, использоваться не будут. Но спецоперация спецвойсками может проводиться для освобождения того или иного объекта, в том числе и который имеет характер ядерного. Ну, например, та же самая Чернобыльская станция, на которой проводилась операция по освобождению этой станции. И, соответственно, там применялась сила. Без применения силы освободить этот объект было бы невозможно. Поэтому, конечно же, проводятся. На любых объектах могут проводиться боевые действия. Все зависит от характера объекта, и, соответственно, в результате применяются соответствующие методы введения огня и огневые средства, которые не могут навредить самому объекту. Интересно узнать, как длительное пребывание на линии фронта, использование тех или иных видов артиллерии или реактивных систем залпового огня влияет, к примеру, на слух комбатанта, военнослужащего, и другие физиологические особенности организма человека. Ну, скажу так, что, конечно же, влияет, и влияет не в лучшую сторону. Почему? Потому что, фактически, находясь, особенно ствольная артиллерия, фактически, находясь возле орудия, человек получает контузию малой степени. Ну, в некотором роде можно назвать это контузией. Потому что выстрел, ударная волна от выстрела, довольно мощная, очень сильно бьет по ушам, и, соответственно, организм человека подвергается вот этому ударному воздействию при производстве выстрела. Реактивные системы, они более лояльны, в том плане, что там нет ударной волны, там просто грохот реактивного снаряда, который влияет на барабанные перепонки. Применяются различные методы, начиная от берушей или наушников. У артиллеристов есть наушники для того, чтобы снизить звуковое воздействие на барабанные перепонки. Ну, в любом случае, мы же понимаем, что такое физическое воздействие и в больших количествах оно сказывается на здоровье человека. Куда делась наша кольчуга? Такое впечатление, что у нас всего было 2 А. Куда делась наша кольчуга? Давайте по порядку. Тут два вопроса в одном. Смотрите, дело в том, что мы не закупали кольчугу в массовом количестве для Вооруженных сил Украины. Насколько я помню, было куплено несколько экземпляров, одна или две. Все остальное, все, что производилось, уходило на экспорт. Почему? Потому что государство не считало нужным в руководство страны закупку для нужд армии. И кольчуга производилась исключительно на продажу. И ее производство оплачивалось именно продажей этих радиолокационных станций. Ну, я уже говорил неоднократно, что кольчуга, она уже устарела. Есть уже ее модернизации, более современные, более новые станции. Но та, которая есть у нас, там одна или две в своем экземпляре, они сегодня стоят в единой системе ПВО страны. Они сегодня работают на защиту нашего неба от российской авиации. Так что не переживайте, она никуда не делась. Ее просто нет. Но та, которая, количество кольчуг у нас там, у нас не 10, не 20, не это, их всего одна или две. Но они работают в единой системе. Так, и второй вопрос. Такое впечатление, что у нас всего было две ракеты «Нептун», и мы ими потопили Москву. Так ли это? Да, так. У нас тоже гособоронзаказ был там очень маленький по закупкам ракет «Нептун». Насколько я знаю, там исчислялось единицами. Поэтому, если и есть еще там пару штук где-то в заначке, то это ракеты не серийного производства. Это те, которые делались для государственных испытаний, и, возможно, первая маленькая партия тех ракет, которые успели произвести по последнему гособоронзаказу, в котором эти ракеты были. Мы не успели. Мы очень долго раскачивались и не успели произвести необходимое количество ракет. Я уже не говорю там заложить эти ракеты на хранение на складах. Ну и еще один вопрос. Как вы думаете, признание Российской Федерации террористам даст добро на обстрел военных баз на территории РФ? Ну, для того, чтобы... Думаю, что да. Просто я очень сомневаюсь, что, допустим, Соединенные Штаты Америки признают Россию страной-террористом или страной-спонсором террориста. Они до сих пор даже не внесли этот законопроект или это постановление в зал Конгресса. Где-то оно застряло в секретариате, в регистрации. Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, дело в том, что мы не признали Россию страной-спонсором терроризма. Мы почему-то хотим, как всегда, загребать жар чужими руками. Мы хотим, чтобы Европа вводила санкции против России. Но мы не спешим вводить санкции против России. У нас российские банки до сих пор не ушли с нашего рынка. И еще очень много компаний, которые аффилированы с Россией, тоже торгуют у нас. У нас даже некоторые компании, типа казино 1xbet получает лицензии, российская, получила лицензию на право работы в Украине. Так что не надо пенять ни на кого. Надо начать с самих себя. Примите сначала решение, что пусть Верховная Рада признает Россию спонсором терроризма или страной-террористом. А потом уже требует этого от наших стран-партнеров. Так что давайте посмотрим в зеркало на самих себя. И как мы себя позиционируем. Потом будем спрашивать, поможет это нам или не поможет. Надо сначала самим это сделать. По ситуации в Никополе. По ситуации в Никополе не услышало. Коснитесь этой ситуации, пожалуйста. Мы в нем живем и каждый день находимся под обстрелами со стороны Запорожской атомной станции. Да, действительно, Никополь, к сожалению, величайшему сожалению, я так понимаю, Никополь у нас вошел в список городов, которые находятся под постоянным огневым воздействием со стороны российских войск. И что самое прискорбное, что реактивные системы залпового огня, такие как ГРАД, достают через Днепр с территории атомной станции. И Россия, опять же таки, используя прикрытие атомную станцию, поставила системы ГРАД на территории практически рядом с АЭС и наносит огневое поражение, в том числе и городу Никополь, обстреливая жилые кварталы. Но то, что они прибегают к такому терроризму, военному терроризму, я бы сказал, в плане уничтожения нашей гражданской инфраструктуры, в плане уничтожения жилых домов и убийства, что самое страшное, убийство гражданского населения, которые, ну, люди, которые ни в чем не виноваты, ни в чем не провинились, они постоянно получают ранения, погибают под российскими снарядами. И при этом весь мир как-то не очень активно реагирует на наше горе, на такое зверское поведение со стороны Российской Федерации. Очень печально. Вот эта вот политика двойных стандартов, политика умиротворения агрессора, давайте ему все простим, давайте все забудем, это очень плохо. Очень жалко, что такая ситуация сложилась, но, к сожалению, тут надо либо... Тут, я так понимаю, что только освобождение города Энергодара и ликвидация российских войск на этой территории может спасти Никополь от дальнейших обстрелов. Обстрелы будут продолжаться и обстрелы будут вестись исключительно по гражданским объектам. Потому что, как я понимаю, военных объектов в самом городе Никополь практически нет. Только не надо сейчас мне в комментариях сообщать, какие объекты есть и сколько их там всего. Вот. Насколько я знаю, что их там нет. Так что вот такая вот печальная картина сложилась, к сожалению, в самом городе Никополь. Тем более, что защиты от реактивных снарядов на сегодняшний день у нас нет. И даже если передадут, допустим, Хаймарс или Ирис комплексы противоракетной обороны, то да, вот допустим, Харькову и Николаеву или там Одессе, они могут помочь в том плане, что перехватом ракет, которые по ним пускаются, но перехватом реактивных снарядов залпового огня, систем типа Смерчи, Ураган, они, к сожалению, помочь не смогут этим городам. Тут только вооруженные силы Украины, если они отодвинут российские войска на достаточное расстояние от этих городов. Я не верю, что международные правовые институции в состоянии реализовать справедливое наказание всем заказчикам и исполнителям преступлений в Украине. Суды по Боингу яркое тому подтверждение. Я так понимаю, имеется ввиду рейсы MH17. Считаете ли вы, что создание у нас организации наподобие МОСАД реально? Ну, то есть организация свершения мести или возмездия? Да, наверное, может быть, стоит прибегнуть к созданию такой организации для того, чтобы наказать хотя бы высших руководителей или тех лиц, которые отдавали приказы. Не столько исполнителей, сколько те, кто отдавал приказы. Потому что их очень много, и, допустим, до всех исполнителей мы не доберемся. Вы видите, что только сегодня, на сегодняшний день группировка российских войск может насчитывать до 80 тысяч человек на нашей территории. А правит этим всем группа политиков и группа генералов. Может быть, и стоит создать такую организацию, учитывая, что система международной безопасности, она не работает на сегодняшний день. ООН самая бесполезная организация в мире. Тоже на сегодняшний день. Это мы прекрасно видим и каждый день в этом убеждаемся. Вот там, где там деньги, крутятся деньги какие-то, на том же зерне заработать, ООН тут как тут. Как только решить вопрос безопасности и воздействия на Россию в плане прекращения вооруженной агрессии против Украины. ООН, генеральный секретарь, может только пожать руку Путину. Вот и все. Все, что он может сделать. К величайшему сожалению. Так что вполне реально, что, может быть, мы можем рассмотреть создание такой организации. Кстати, это не МОСАД дело, это было просто на базе МОСАД. Но это, я так понимаю, была отдельная структура, которая занималась вот этими вопросами покарания виновных в том, что они совершили. Кстати, это было сделано исключительно из-за позиции Германии. Германия тогда опять же повела себя, ну я бы сказал, даже, наверное, предательски. Потому что немцы, им было все равно, и они, главное было продолжить Олимпиаду. Они не хотели срыва Олимпиады, поэтому они закрыли глаза на вот тот теракт, который был совершен. И продолжили Олимпиаду, высказав, как всегда, большую озабоченность Израилю. И попытавшись, даже попытавшись закрыть глаза и сокрыть факты этого самого, или масштабы, точнее не факт, а масштабы того преступления, которое было совершено в Мюнхене во время Олимпиады. Опять же, позиция Германии. И что потом Израиль понял, что, видимо, в Израиле пришли к выводу, что добиться справедливости, особенно с немцами, им будет очень тяжело. И они предприняли такое решение, что самостоятельно найти и наказать тех, кто совершил этот теракт против спортсменов. Тем более, во время Олимпийских игр, когда по старой традиции, древней, должны прекращаться любые военные конфликты на период проведения Олимпийских игр. У нас, как у людей, я так понимаю, это местные из Херсона пишут, у нас, как у людей, знающих местность, возникает вопрос, есть ли вооруженные силы Украины, освободят Херсон, а мосты будут разрушены. Как же возможно освобождение левого берега области? Ведь большая часть области находится именно на левом берегу, за Антоновским мостом. Получится что-то подобие Луганской области? Люди переживают, чтобы наши земли не переполовинили и мы не остались никому не нужны. Нет, вас никто не переполовинит и вас никто не бросит. Просто освобождение основной части Херсонской области будет осуществляться с другого направления. Не могу пока сказать какого, не знаю планы Генштаба, надеюсь, что они это понимают прекрасно, но поверьте, что никто никого не бросит и освобождение области будет осуществляться. А может быть мы будем переправляться по каким-то там своим местным знаниям, которые нам помогут форсировать Днепр для того, чтобы освобождать Херсон. Так что сейчас самое главное на сегодняшний день начать. Начать освободить контрнаступательную операцию, начать освобождение наших территорий для того, чтобы первое, понять, что мы можем это сделать. И второе, показать нашим западным партнерам, что чем больше они дадут нам оружия, тем быстрее и эффективнее мы можем закончить эту войну освобождением наших территорий. Вот что самое главное на сегодняшний день. Но никто никого не бросит, тем более, что вторая часть Херсонской области является ключом к перерезанию сухопутного коридора в Крым для Российской Федерации. А это будет гигантским поражением для Путина, лично для Путина. И это может пошатнуть его пребывание у власти. А также перекрытию Северокрымского канала и подачи воды в Крым. Вот две таких опоры российского присутствия или российской оккупации. Если мы выбьем, то может посыпаться и вся российская оборона на нашей территории. Вплоть до смены политического режима в Российской Федерации. Есть ли хоть какой-то шанс в Украине получить F-35? Допустим, теоретически получила. Как бы это повлияло на ход боевых действий? И что F-35 может такого, что не могут самолеты орков? Ну давайте так. F-35 это новейшее слово в авиастроении. Лучше и новее F-35 на сегодняшний день самолета нет. Вот F-35 это действительно самолет пятого поколения. Который может прилетать в режиме стелс. То есть в режиме самолета невидимки. Который имеет самую мощную бортовую РЛС на сегодняшний день. И ракеты класса воздух-воздух самого дальнего радиуса действия. На сегодняшний день ни одна ракета не превосходит те ракеты, которыми вооружен F-35. Ну чтобы вы понимали, было проведено 19 учебно-боевых боев, воздушных боев с самолетом F-35. Проводились все, проводились со всеми самолетами учебно-боевые бои воздушные, когда испытывали F-35. Это было в Соединенных Штатах, это было года 3 по-моему назад, если не больше. И F-35 в 18 боях из 19 одержал победу. Некоторые пилоты даже не знали, что по ним уже выпущена ракета. Такие возможности есть у F-35. Российская авиация на сегодняшний день 3+. На отдельных самолетах можно сказать, что чуть-чуть дотягивает до четвертого поколения. Это вот последний Су-35 и Су-34. А все остальное это 3 плюс поколения. Но никак не 4 и никак не 5 поколения авиации. Как бы Россия не хвасталась, как бы они там не говорили. Но даже их Су-57, сегодняшний, там фюзеляж новый, да, действительно. Но он разрабатывался еще в Советском Союзе. А вот начинка самолета Су-57, это F-35. О, Су-35, который они туда засунули. Все системы управления огнем, авионика, там все от Су-35. Там ничего нового, ничего прорывного Россия так и не сделала. Тем более, о каком режиме стелс можно говорить для Су-57, если режим стелс предусматривает технологию изготовления обшивки самолета при отсутствии стыков. Представляете, как надо подогнать листы обшивки и насадить их на фюзеляж, чтобы не было стыков. Стыки на ощупь и на визуально не просматривались. Тогда, после этого, самолет покрывается специальной краской, специальным, точнее, лакокрасочным покрытием, которое не дает ему возможности. Отсутствие стыков и каких-либо выпуклостей, неровностей на самолете, оно снижает радиолокационную, отражательную способность в радиолокации от поверхности этого самолета. Так вот, Су-57, у него обшивка наружная крепится на саморезах. Понимаете? Крепится на саморезах. Посмотрите в интернете, я вам рекомендую самолет F-35, его обшивку. Обратите внимание на крылья, на фюзеляж, вы не найдете ни одного стыка, ни одной заклепки. Вообще непонятно, где лист начинается обшивочный, где заканчивается. И посмотрите на такие же точно фотографии Су-57 российского. У него листы обшивки крепятся на саморезах. Да, это допускается, заклепки или саморезы, тут ничего, не надо смеяться там или ерничать. Но вы же понимаете, что это крыло будет светиться на экране РЛС, как, я не знаю что, как лампочка Ильича. О чем мы говорим? Ну я уже не говорю о дальности обнаружения и дальности поражения целей для, допустим, российских самолетов и для F-35. На сегодняшний день равных F-35 по технологиям, которые он применяет, по его тактико-техническим характеристикам и возможностям, на сегодняшний день нету. Никто еще не переплюнул F-35. Тем более F-35 имеет изменяемый вектор тяги. Этот самолет может взлетать и садиться вертикально, без взлетно-посадочной полосы. А может использоваться, поэтому он может использоваться и на авианосцах. Под него не надо переобрудовать авианосцы, наоборот, самолет подстраивается под палубу авианосца. Великобритания вообще поставила F-35 на авианесущие крейсеры, тяжелые авианесущие крейсеры. В Великобритании их два у них. Там уже размещены самолеты F-35. Так что вот вам ответ, чем F-35 лучше любого, подчеркиваю, любого российского самолета. Как вы рассматриваете удар по Антоновскому мосту? Как проба пера, как легкий подзатыльник? Или может быть показали, что теперь мост под огневым контролем и все перемещения по мосту это тир для вооруженных сил Украины? Или Николаев хотят закрыть на несколько дней, чтобы окончательно решить вопрос? Ну вот не понял, при чем здесь Николаев? Или Николаев хотят закрыть на несколько дней, чтобы окончательно решить вопрос? Имеется ввиду Херсон, наверное, закрыть на несколько дней. Нет, это не проба пера и это не легкий подзатыльник. Нет, это планомерные, на мой взгляд, систематические действия Генерального штаба. Если мы, ну я уже говорил неоднократно в своих видео, рассказывал вам, что если мы уничтожаем эти мосты, или берем их под огневой контроль, то фактически группировка российских войск Херсони оказывается в оперативном окружении. И вопрос их сдачи или отступления, это просто вопрос ближайших недель. Потому что только одного топлива, там надо завозить десятки, а то и сотни тонн в сутки. Потому что вся эта махина постоянно ездит, постоянно перемещается, стреляет. Для этого нужны боеприпасы, для этого нужно топливо и надо кормить эту огромную армию российскую, которая находится в Херсоне. Там порядка, на сегодняшний день, где-то порядка, наверное, 10-12 тысяч военнослужащих находятся на правом берегу Днепра. Поэтому это очень серьезно. И поэтому Россия так опять возвращается к ядерному шантажу. Поэтому в России там некоторые звучат заявления политиков, что мы, у нас есть ядерная... Вы опять забыли, есть ядерная дубина, ядерная кнопка, мы ее нажмем. Ну, попробуйте. Попробуйте, как говорят сегодня на Западе, для таких российских заявлений. И поэтому такая истерика, что надо срочно садиться за стол переговоров. Москва готова к переговорам, Россия готова к переговорам, вот непослушный Киев не хочет переговоров. Какие переговоры? Уйдите с нашей территории, потом будем переговариваться. Или мы вас выбьем с нашей территории, потом будем переговариваться. Так что это очень серьезная заявка на уничтожение, или на прекращение существования группировки российских войск на правом берегу Днепра. И вот на этой, наверное, мажорной ноте мы на сегодняшний день закончим видео. И еще раз напоминаю и приглашаю, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео, чтобы вы могли увидеть как можно больше людей. Ну, огромное спасибо спонсорам канала и тем, кто поддерживает канал. В результате вашей поддержки я могу записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Надеюсь, она вам полезна. Кому понравилось, еще раз говорю, ставьте лайки. Ну, а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам Украины. Победа будет с нами. Слава Украине!